Всем привет, меня зовут Тушел и сегодня у меня на обзоре мышка Logitech G303. Вы спросите, почему я решил сделать обзор на не самую новую мышь. На это у меня две причины. Первая заключается в том, что именно G303 была моей основной мышкой почти полтора года. Вторая причина в том, что подписчики канала меня неоднократно просили сделать обзор именно на неё. И несмотря на то, что новых G303 в продаже сейчас особо и нет, на вторичном рынке она стоит совсем недорого. Так, стоит ли она ваше внимание? Давайте посмотрим. Коробка мышки оформлена в привычном для Logitech стиле. Выглядит она, согласитесь, приятно и весьма красиво. Комплект поставки, к сожалению, весьма скудный. Из полезного только мышка. Никаких наклеек, ножек и прочего, ничего нет. Из позитивного только то, что кабель намотан по периметру, и при таком хранении после распаковки его не надо распрямлять. Наверное, самым неоднозначным моментом этой модели мыши является её форма. G303 имеет форму ромика с весьма острыми краями. И когда от людей пошла волна негатива к форме, Logitech были весьма удивлены. Ведь они разрабатывали эту модель совместно с профессиональными игроками, логируя их места соприкосновения. Так, что же пошло не так? А всё связано с тем, что форма мышки не универсальная. Её острые формы диктуют места хвата, что и повлекло за собой негатив, так как люди были не готовы адаптироваться. Но на самом деле, на мой взгляд, мышка весьма удобная, при условии, что у вас хват коготь и средняя по размеру ладонь. Если же вы играете ладонным хватом или пальцами, или у вас ладонь не среднего размера, эту мышку лучше избегать. Бока у G303 также достаточно сильно скошены, что тоже некоторым может показаться не очень удобным. Зато вот поднимать мышку с ковра не составляет никакого труда. В целом же, G303 ещё была уникальна тем, что в момент её выхода это была первая маленькая симметричная мышка с действительно первоклассной начинкой. Помимо неоднозначной формы, ещё одни минусы мышки можно назвать используемые материалы покрытия. К верхней панели и кнопкам претензий у меня нет, но вот о боковинках у меня особо позитивного нечего сказать. Во-первых, есть ненужные глянцевые вставки, которые мешают безымянному пальцу в гибридном хвате. А во-вторых, матовые вставки вроде цепкие, но очень быстро покрываются мысленистым слоем, отчего мышка кажется какой-то излишне скользкой. Но описанные выше проблемы справедливы, если у вас рука потеет. В сухих руках к цепкости претензий не будет. Безусловно, одной из фишек G303 является её красивая RGB подсветка. Согласитесь, соты по бокам выглядят весьма эффектно. Подсвечен и логотип на спинке, и я хочу также отметить, что регулировать подсветку логотипа и боковинок можно независимо друг от друга. Этого, кстати, нет у G-Pro, например. Я готов с кем угодно поспорить, но на G303, как и на G302, до сих пор лучшие кнопки, которые когда-либо были на мышках. Тут впервые применялись подпружиненные основные кнопки, и надо сказать, они сразу попали в десятку. Приятный клик, хорошая обратная связь, притакться не к чему. Сами кнопки отделены от корпуса, и в них есть едва заметное клубление под пальцы. Кнопки немного люфтят, если их потянуть вверх, но благодаря вышеописанным пружинкам, пластины опять прижимаются к свечам. В итоге, при использовании у клика нет ударения в корпус при обратном ходе, и всякий свободный ход кнопки также исключен. Под левой и правой кнопкой стоят микросвечи Amron с ресурсом в 20 миллионов нажатий. Быстродействие кнопок, кстати, тоже на высоте. Несмотря на симметричный корпус, боковые кнопки расположены только слева. Они хорошо отличимы друг от друга, но они маленькие, от чего найти их получается не всегда с первого раза. Расположены они прямо над большим пальцем, при условии, что вы держите мышку так, как задумал производитель. Слайдом нажимать их нереально, из-за скоса боковин. Клик приятный, так как под кнопками стоят обычные микросвечи. У меня три мышки этой модели, и на всех трех боковые кнопки люфтят по-разному, где-то больше, где-то меньше, так что качество их исполнения, к сожалению, плавает. Колесо прокрутки построено на основе оптического энкодера, и лично для меня и моих нужд, оно близко к идеальному. Портит все немного тугой клик колеса, с дешевеньким звуком квадратного свеча. В остальном, для игр колесо отличное. Шаги хорошо фиксируются, раскрылить нужное количество отсечек не составляет никакого труда. А благодаря оптическому энкодеру, с надежностью и долговечностью, все тоже будет на высшем уровне. Единственное, что может некоторых смущать, это насколько громкое колесо. Если вам нравятся тихие колесики с мягким ходом, то G303 явно не для вас. За колесом прокрутки расположена кнопка смены DPI. Благодаря смещенному назад расположению, случайных нажатий на эту кнопку не будет. Да и не случайных будет не очень много, так как изогнуть палец так, чтобы не меняя хват нажать на эту кнопку, лично у меня не получается. Кнопка в корпусе не рифтит, и она обладает весьма приятным кликом. На дне мышки 6 ножек. Две ножки спереди и сзади, две ножки по бокам в самом широком месте и две ножки, образующие почти колечко вокруг сенсора. Тефлон приятный на ощупь, наследнистый и хорошо полируется. Толщина ножек стандартная, но только примерно половина этой толщины тефлон. Кольжение у мышки получилось в итоге хорошее, примерно на уровне мышек Зои. Также в корпусе предусмотрены пазы для их замены. G303 легкая мышка. Ее вес можно назвать оптимальным, как для стратегий, так и для шутеров. Весовой баланс также весьма удачный. Регулировать вес мышки никак нельзя, а внутри нет никаких искусственных утяжелителей. По традиции Logitech кабель, к сожалению, разочаровал. Он толстый и в крупнозернистой оплетке, от чего на мышку передаются вибрации от трения кабеля об разной поверхности. Вес кабеля также значительный, и поэтому, учитывая низкую массу G303, кабель постоянно ощущается при игре. Зато длины кабеля должно хватить абсолютно всем. Также предусмотрена удобная липучка для хранения или транспортировки мышки. G303 была второй мышкой, которой достался сенсор 3366. У этого сенсора превосходны динамические характеристики. Отсутствие изъянов в плане качества считывания поверхности, отсутствие угловой привязки и полное отсутствие акселерации. Диапазон изменения DPI от 100 до 12 тысяч, с шагом всего в 50 DPI. Измерения DPI показали, что в мышке погрешность реальных значений от заявленных совсем невелика. Общую позитивную картину портят болтающиеся линзы в корпусе, из-за которой курсор ведет себя непредсказуемо. Причем это проблема не конкретного экземпляра. Она встречается почти на всех G303. Где-то она заметно больше, где-то меньше. Также к минусу можно отнести невозможность регулировать высоту отрыва. Ведь калибровка сенсор под ковер делает лод минимальным, а не всем такая настройка комфортна и удобна. Частота опроса регулируется в привычном диапазоне от 125 до 1000 Гц. Мышка настраивается с помощью Logitech Gaming Software. Это простая и интуитивно понятная программа, которая позволяет сохранить настройки как на самом компьютере, так и в память грызуна. Однако при выборе памяти мышки, возможный функционал становится немного беднее и пропадают некоторые функции возможностей. Локализация софта выполнена на хорошем уровне. Так, что же в итоге? G303 весьма своеобразная мышь. К сожалению, в Logitech сделали крайне универсальную форму, которая подходит одному хвату и одному размеру ладоней. Также на мышке применено не самое удачное покрытие. Боковинки очень быстро становятся мысленистыми и скользкими. Но на момент выхода этой мышки сенсор 3366 использовался только в G502. И многие, кому нужен был оптический сенсор в маленькой легкой мышке, покупали G303, в надежде к ней как-то привыкнуть. У некоторых получалось, а некоторые вообще не понимали, как держать это чудо-юдо. Но если форма вам подошла, то других реальных минусов нет. Отличный сенсор, отличные клики, качественный оптический энкодер колеса, и к тому же все это с эффектной красивой подсветкой. Болтанку линзы можно самостоятельно решить, даже не разбирая мышь. Так что и этот аспект реальной минусы назвать нельзя. Ну а если все-таки форма G303 вас смущает, и хочется чего-то более универсального, то теперь есть Logitech G Pro, которая по сути является попыткой Logitech исправить все огрехи G303. Итак, с вами был я, Тушел. Если видео вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok